В Чебоксары по приглашению ассоциации кикбоксинга Чуваши прибыл знаменитый боксер Александр Поветкин. С главой города Леонидом Черкесовым они обсудили перспективы развития детского и юношеского спорта. С именитым спортсменом удалось встретиться и нашей съемочной группе. Из аэропорта Казани и сразу же в Новичебоксарск в детско-юношескую спортивную школу. Там Александр Поветкин познакомился с нашими спортсменами, а они в свою очередь были в восторге от встречи с кумиром. Много детишек, которые интересуются спортом. Да и не только детишек, а и взрослых тоже. Тепло встретили, тепло проводили. Так что, вы знаете, город еще не совсем я видел, но вижу, что красивый город. Сейчас главная цель олимпийского чемпиона 2004 года – развивать бокс и другие единоборства. И он активно работает над ее реализацией. Предпочтение же Александр отдает детскому спорту. Ведь любовь к физической активности нужно закладывать. ...перспективы развития детского и юношеского спорта. С именитым спортсменом удалось встретиться и нашей съемочной группе. Из аэропорта Казани и сразу же в Новичебоксарск в детско-юношескую спортивную школу. Там Александр Поветкин познакомился с нашими спортсменами, а они, в свою очередь, были в восторге от встречи с кумиром. Много детишек, которые интересуются спортом. Да и не только детишек, а и взрослых тоже. Республиканского турнира по кикбоксингу имени Александра Поветкина. И уже сейчас ведется активная работа по присуждению соревнованиям всероссийского статуса. Положительный ответ от Федерации кикбоксинга получен. Нам очень приятно, что Саша, добившись таких успехов, став олимпийским чемпионом по боксу, чемпионом мира Европы и чемпионом мира среди профессионалов, он не забывает кикбоксинг. Там большая часть его спортивной карьеры тоже прошла и в кикбоксинге. И нам это все приятно, что он этого не забывает, что он об этом помнит, стал президентом Центрального федерального округа. Поэтому это замечательно, что человек талантливый такой и в кикбоксинге, и в боксе достигает самых высоких вершин. Сразу же после турнира действующий спортсмен отправится в Москву. Ведь впереди еще много идей по развитию спорта в разных городах России и, безусловно, усиленные тренировки. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика.